Всем снова огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, у нас с вами продолжение. Вторая часть обзора. И мы с вами обсуждаем канал Ольга Уралочка Live. Видеоролик. Подарок для подруги на день рождения. Наш любимый компот. Быстрый способ приготовить манты. В общем, после того, как Уралка поскандалила со своими зрителями, да, опять же, по накрутке сафарика, который сидел под юбкой и подтязкивал, она отварила капусту, залила компот, который ужас как выглядел, прям с мусором в банках плавал мусор. И она заявила, что Абдугани уже проснулся, почистил зубы. А знаете, для чего она это сказала, ребят? А сказала это она для того, потому что надо сейчас под шубку ставить компоты. А куда их ставить? А ставить их нужно было как раз-таки на диван Абдугани. Но Абдугани вовсе и не спал. И это было вовсе не утро. Я потом, ребят, вам расскажу, почему. Дальше готовит завтрак, ребят. Завтрак режет картошку на дно сковородки, сверху укладывает манты, потом ещё к картошке с мантами у неё и сардельки. Прикиньте, завтрак. Ну и сафарик ещё приговаривает, что живот прям болит, если он утром не поест. Значит, это не утро. Раз он утром не поел и уже ему успел разболеться живот. Ребят, ну где в 10 утра у него может уже болеть живот, если он не поел? Понятное дело. Значит, хочу отметить момент, где уралка режет старую картошку. Слушайте, старая картошка сейчас, это уже давным-давно не актуально. Такой картошкой только травить себя. Да, уже давным-давно молодая картошка, но это из-за жадности жрёт старую прошлогоднюю. Дальше нарезает она помидор этот огромный, да. Но мы почему-то не видим огурчиков. А где же пропали два ведра с огурцами? Только выбрала два ведра, хвасталась, и уже почему-то их нет. И ни слова про огурцы, что там их закатывать надо, или они кому-то их отдали. Полнейшая, ребят, тишина. Ну, а дальше, значит, уралка говорит. Когда выкладывает эту картошку, сверху манты говорит. Ой, а обдугани, говорит, у нас ушёл на пробежку. Ребят, это просто ржачка. Обдугани на пробежку. Потому что хотел посмотреть телевизор, ему не позволили посмотреть телевизор. И он якобы ушёл на пробежку. Но тут же, тут же, ребят, не прерывая видео, мы слышим за кадром кашель обдугани. То есть он пришёл, да, он пришёл. Никакой пробежки не было. Я, ребят, не понимаю. Ну, видимо, так врать может только уралочка, ребят. Ну, как можно так врать? Говорит, он на пробежке, Сафар отправил его побегать вокруг дома. И тут же кашель за кадром. Зачем, спрашивается, вы врёте, если он находится рядом? Неужели баба уж совсем не понимает, что она палится в видео по несколько раз? А ещё одно главное палево, так это вообще в конце, ребят. Я уржалась. Она совсем, ребят, уже не может, чтобы не соврать. Ну, просто, знаете, какой-то патологический врун эта уралочка. Она не может ни секунды, чтобы не нафантазировать и не придумать. Для чего, ребят, вот скажите, этот момент, для чего было вот так врать? Он пошёл на пробежку, тут он тут же кашляет за кадром. Какая пробежка? Тусуется, находится рядом. Пришёл на съёмки. Да, пришёл на съёмки. Нигде он не спал, нигде он не ходил ни на какую пробежку. Ну и дальше, значит, уралка показывает, что она ещё отваривает сардельки. Салат сделала с помидорок, да, с одной помидорки. Вырезала не всю вот эту вот зелень, да, изнутри. Выглядела, конечно, эта помидорка как-то не особо аппетитно. Уралка помешала ещё, развозюкала, чтобы было побольше сока. И говорит, ой, посмотрите, какой прям сок густой, прям как желе. Да, уралочка, тебе не важно, какой там сок густой, негустой. Главное, чтобы хорошо залетало в топку. У кого, говорит, какой завтрак? А у нас, говорит, вот такой. Ребят, скажите мне, кто-нибудь встал в 8 утра и ест, да, такой вот завтрак, чтобы нажраться картошки, сверху манты и закусить всё это дело сардельками и салатом. Тут с утра каша, либо бутерброд, либо яйцо, либо кусочек сыра. Я не знаю, ребят, но жрать с утра такие огромные порции, но понятное дело, ребят, что это было не утро, далеко не утро. А знаете почему? Это смех самый настоящий. Уралка в конце видеоролика заявила, у нас 10 часов смахнула часы, чтобы посмотреть время, и не заметила, что она опустила руку, и часы ещё горели. Мало того, что часы она в перевёрнутом виде напялила на свою руку, и показывали они вверх тормашками, так там не было 10 часов. Я пересмотрела на большом экране, но вторая цифра, конечно же, была непонятна. То ли это 3, то ли это 5, то ли это 13.00, то ли 15.00. Ребят, но никаких 10 часов там и в помине не было. Ну как можно напялить часы вверх тормашками? Я вот правда, ребят, понять не могу, и для чего они вообще ей нужны. Там они уже настолько сжали руку, что такое чувство, что там уже всё передавило. Или она их напяливает для понтов только когда съёмки, и поэтому не заметила. То ли это всё-таки будунец. Это всё-таки, знаете, говорит о том, что, ох, хорошо погуляла, хорошо погуляла Уралочка. И как раз-таки в таком состоянии, мутном состоянии, с Будунца, она и не заметила, как насунула на себя эти часы. Ну, главное же показать, что они есть, и не важно, что там и как там показывает. Вверх тормашками или нормально. Ржач, ребят, но на часах не 10 часов. Это не утро, это обед, и Абдугани не был ни на какой пробежке. И что-то, знаете, пробежка-пробежка, и он даже не вспотел. Я, ребят, не понимаю, для чего они всё время врут? Для чего? Нет, хотят показать, что вот Абдугани якобы ночует. Сафарик тоже ночует. Все проснулись. Семья в сборе. Все выспались, да? Абдугани подольше спал. Сафарик встал, чтобы помочь Уралочке. Прям не спал. А она так ранюхонько просыпается, да ещё и после гулянки-пьянки. Ребят, для чего это всё нужно? Для показухи, чтобы, опять же, сценарий был правдоподобным. Но Уралка, наверное, не понимает. Ну, а чем ей понимать? Чем понимать, когда на двух слов связать не может, что люди не дураки. И моменты этого палева видны. Это ей сложно понять, что она брешет и думает, что правдоподобно, да? Потому что, я говорю, она двух слов связать не может. Что здесь говорить? Такой же, ребят, и он. Точно такой же. И когда они врут, они думают, что врут они настолько правдоподобно, что прям все тут же упали и поверили. Нет, ну, конечно, малахольные хомяки, которые, знаете, аплодируют стоя, плавают в собственной слюне и уральском поту, да, поклоняясь хозяйке, такие же, как она, конечно же, верят. Поэтому они и аплодируют там Уралке стоя, да, или на коленях, я не знаю, как они там несут ей эти хвалебные оды. Мы писанину только видим, но я представляю, ребят, как они готовы порваться ради своей хозяйки. Вот такие вот, да, они тоже не видят никаких ляпов, но это настолько видно. Ребят, посмотрите в конце на эти часы. У кого есть качественный гаджет, там прекрасно видно. Я делала скрин и на планшете, и на телефоне, и на большом телевизоре смотрела. Там не десять. Единственное, что плохо рассмотреть можно пять или три, потому что цифры похожи, но мне больше похоже на пятерку. Да, даже если тройка, ребят, 13.00 и 10.00, но это же разное время и совсем-совсем не утро. Да, можно подумать, Абдугани у них ранним утром проснется, пойдет на пробежку. А то, что за кадром они его заранее уже предупреждают, тут давно понятно. И изначально он вел себя непонятно, для него просто было непонятно, как вести себя нужно. И получал за то, что ведет себя лишь бы как. А сейчас уже столько времени он снимается, и наставление сафарик перед съемкой дает. Конечно же, чтобы это выглядело прям как семья, любящая семья. Просыпаются с утреца все вместе, готовят прям все вместе. Здоровая пробежка. И потом такое вредное хрючево, да еще и на завтрак. Ну, цирк, ребят, самый настоящий цирк. Буду заканчивать, мои хорошие. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я буду прощаться. Прекрасного вам настроения, отличных выходных, позитивных эмоций. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Обнимаю вас всех. Пока, пока.